всем здарова друзья в прошлом ролике мини обзоре на олимп обещал сделать еще такой же обзорчик на лику из девятую одним глазом глянул посмотрел что на русскоязычном ютубе роликов подобного плана по этой модели нету поэтому ситуацию мы сейчас исправим как и в прошлый раз не будет сухих цифр расскажу просто как оно есть то я уже очень приличный кусок времени и самое главное очень много поработал за этим микроскопом и по сути как бы могу с вами теперь поделиться всей информацией мне нужно будет его завтра уже отправлять не совсем хозяина я договорился для начала чтобы он посетил моего товарища тот посмотрит возможно этот микроскопом понравится он будет собирать бабло на покупку именно этой модельки а я же себе купил новый микроскоп ну в плане совсем новый новый из коробки новым и вы наверное удивитесь тому что сейчас увидите и забегая немного вперед сразу скажу что не 745 в кастами это чудо ко мне приезжало и это не совсем то что я хотел но к сожалению так возможно оптика лейки на меня так повлияла на имеет некую такую магию и заставляет после нескольких недель плотной работы под этим микроскопом и потной плотной потом потом что потом немножко горчатся смотря в оптику пониже классом пониже уровнем ну и немножко из другой ценовой категории возможно и это сыграло свою роль и произошел как сказал абдуллах обратный вау-эффект ну допускаю хотя за собой а такую штуку заметил что после лейки как-то микроскопы попроще смотреть и работы с ними особого желания нету ладно это все болтология давайте показываю что ко мне приехало и сделаю небольшой обзор с 9 от компании лейка погнали по бам ребятки встречайте мой новый микроскоп сейчас наверное у кого-то в голове возник вопрос какого черта он нам показывают ту лейку которая она ну по сути уже была у него вот не совсем так это дишка видите у нее шишка на башке есть и это трехглазый бандит и в отличие от вот этой вот штуковины это с 9 и здесь правый левый канал по свету одинаковы для меня это был крайне важный фактор потому что разница вот здесь для меня ну по крайней мере первых две недели являлась фактором который постоянно раздражал не знаю зачем и так сделали ну блин это реально раздражает возможно у меня специфика зрения такая fusion optics это отдельная тема с этим я готов мириться но с разницей свете в двух каналах это конечно не совсем мое это было таким огромным минусом вот этой головы мне предложили решение в виде двух вариантов 1 md фильтр в правый канал чтобы он показывал как левый канал я кстати сразу отказался потому что не хотелось колхоза хотелось сразу штатного решения которое будет показывать из коробки так как я хочу а вот как показывает с 9 и с мд фильтром правом канале я вам сказать не могу меня его нету но мой товарищ которому по этот микроскоп сможет оценить его во всей красе надеюсь потом поделится информацией по поводу движки здесь исправлено что исправлено исправлено вот этого штуковина щелчки при увеличении доказывается на фиксис достаточно просто и из коробки я попросил на новом микроскопе это реально новый микроскоп его покупал новый но он сейчас конечно же не новый ему три недели как он у меня трудится но он находится в идеальном состоянии из коробки он был немножечко доработан там клипса которая фиксирует шарик она просто отвелась соответственно поменял свое положение за зафиксировалась тем самым я добился точнее я добился благ не помог добиться плавного зумирования без этих щелк 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 отлично и в любой момент это возвращается обратно к штатному решению и мы получаем то что есть на с 9 теперь по характеристикам характеристики у микроскопа реально бомбезной что на бумажке что в жизни если немножко при закрыть глаз на левый канал то микроскоп ну не побоюсь этого слова наверное является лучшим решением из микроскопов системы игры ну по-моему называется лучшие смошки ну и см у хороших удостойных в обвесе наверно в ценник начинается от пяти косарей зелени не совсем пока готов но возможно в обозримом будущем мы обозреем и сму короче по лейкам что по этой что по этой сразу скажу что правый канал и у этой и у этой лейки он просто царский были бы производители лейка мудрее и бомбанули бы они правый канал сразу в два канала чтобы короче левый правый показывал как правы что здесь что здесь этот микроскоп был топовый топ из всех топов просто картинка в правом канале она мега царская поле отличная детализация просто шедевральная канал ну по крайней мере фишки мега яркие его когда вот настраиваешь парфокальность допустим если это делать только с правым каналом ты испытываешь какой-то такой ну не знаю визуальный оргазм можно так выразить наверное можно короче очень крутая картинка и будь такая картинка и в левом канале микроскоп был наверное но не превзойденным решением по крайней мере в этой ценовой категории и я бы даже не пожалел доплатить еще денег чтобы получить именно вот такой экземпляр но к сожалению имеем то что имеем fusion optics соответственно здесь немножко картинка по качеству чуть-чуть похуже ну не чуть-чуть ну ощутимо похуже но когда это работает тандеме получается очень даже себе ничего хорошее поле у него даже без линзы барло это микроскоп по моему с лучшим полем среди конкурентов фокусное расстояние здесь тоже самое большое по моему из всех микроскопов могу ошибаться я ребят не про в оптике но по крайней мере буду говорить за те микроскопы которые были у меня тут самое большое фокусное расстояние из всех микроскопов даже без линзы барло 118 миллиметров соответственно почти 12 сантиметров учитывая что что я использую вот такую вот подсветку то есть световоды олимпус отдельно блока олимпус а световод гибкий и тут фиксируется жесткими световодами с такой подсветкой я работаю бед не знаю у меня постоянно доступ отличный кольцевая подсветка не занимает пространство одним словом одни сплошные плюсы поэтому этого фокусного расстояния мне более чем достаточно что касается поля для меня принципе она тоже комфортная хотя линзу барло надо было все таки когда была возможность примерить но не примерил с другой стороны возможно и хорошо теперь не хочу ничего докупать к нему за исключением адаптера под камеру это кстати является минусом этого микроскопа но об этом позже из плюсов поле детализация тут по моему все стекла по хроматические по хромат он что принципе накладывает отпечаток на стоимость даже линзы барло по добротности я вам говорил немножко барабанистый он но я уже смирился я уже с этим смирился и отмечу наверное отдельно эта детализация и высота предметов которые находятся в фокусе здесь и сейчас достаточно высокие компоненты на других микроскопах этого просто не прочувствовать достаточно высокие компоненты которые подымаются на плате ну допустим пленочные кондеры микросхемы еще что-то те же дросселя которые могут там чуть ли не там на 5 на 6 миллиметров даже быть выше платы эта штуковина ну по крайней мере на минимальном увеличении держит это все фокусе даже на максимальном увеличении по моему компоненты в корпусе 0603 даже керамические конденсаторы они полностью фокус это очень круто это наверное словами не совсем мне получится передать но возможно когда-то звезды сойдутся я куплю сюда адаптер куплю хорошую камеру и пораду вас бомбезной картинкой работы под микроскопом при помощи этого микроскопа также огромным плюсом является не отключаемый канал при работе камеры вы как на любом уважающим себя китайцы можете лицезреть что происходит под микроскопом сразу двумя глазами при этом камера будет заниматься своими делами записывать то что вы делаете однозначно плюс по моему таких решений из green у больше нет только вот алейка с 9d могу ошибаться повторюсь я в оптике немножечко профан руководствуюсь исключительно своими ощущениями чего мне не хватает в этой лейке после этой лейки ну мне не хватает яркости правого канала реально эти ощущения ну они такие незабываемые и немножечко остается осадок я даже я даже в порыве энтузиазма ребят чуть не борщинул и не решился на модернизацию лейки с 9 и чтобы она показывала показывала двумя правыми каналами это безумно дорогое удовольствие по сути на купить два микроскопа то потому что лейка отдельной детали не продает но это был микроскоп из из моих сладких снов да то чтобы мне подошло просто идеально возможно тоже такое может быть решусь на такой эксперимент пока к сожалению свободных денег нет но так бы было очень интересно вот эту лейку с 9d доработать до такого состояния это было бы реально шиком посмотрим короче поживем возможно возможно когда-нибудь решусь и на такой эксперимент теперь по поводу недостатков про это я говорил цены на окуляр космос на линзы барлок космос говенный переходник для того чтобы можно было сюда цеплять камеру стоит 350 бачей соответственно цена тоже не из дешевых блатная подсветка лейковская тоже стоит каких-то дурных денег по моему 500 или 700 долларов короче очень все дорого очень вроде бы сюда есть еще сверх широкопольные окуляры но там тоже цены космические одним словом на этот агрегат покупать стекла что линзу что окуляры что переходник адаптер под камеры все мега дорого по цене но я вам пример приводил по цене вот линзы барло 063 сюда можно купить микроскоп достаточно неплохой чуть-чуть добавить вообще можно хороший купить но одним словом цена конечно является недостатком но с другой стороны жизнь одна надо ловить момент пока есть возможность почему бы нет почему бы не побаловать себя данным аппаратом при том что работать с ним можно круглосуточно учитывая с какой подсветкой я работаю глаза мои вообще не напрягаются то есть нету таких ощущений или пост ощущений после работы под микроскопом когда немного режет глазах немного может даже голова начать болеть людей даже зрение портится вот не очень хорошие оптики конечно речь не идет про дорогих китайцев либо же про бюджетное решение брендовые речь идет наверно про самый дешевый дешман вот но тем не менее глаза одни зрения одни глаза ремонтировали достаточно дорого поэтому лучше сразу проинвестировать в свое зрение и пользоваться качественной оптикой я ни к чему не призываю никого ни на что не агитирую просто делюсь своими мыслями соображениями по данному вопросу короче на данный момент вопрос по данному вопросу вопрос ну ладно пускай будет как есть на данный момент я вопрос микроскопом закрыл да хотелось бы конечно его немножечко замодить чтобы тут было мне два правых канала но повторюсь это плюс три с копейками ну плюс три наверное косаря зелени не знаю ну то есть бушку если только искать короче это очень дорогое мероприятие по сути проще продать вот это добавить эти деньги наверно можно купить достойный микроскоп уже системы и снова я в них честно вам признаюсь в жизни не смотрел но все хвалят не знаю обладатель этих микроскопов либо просто диванный эксперт поэтому если среди зрителей канала подписчиков канал да и просто людей которые заглянули на этот ролик будут люди у которых в хозяйстве живет и смошка желательно и окупленная не по низу рынка не что такое лохматое а приличная оптика там косарей наверно от 6 и выше отпишитесь пожалуйста действительно ли устоит своих денег какая у вас модель и я так понимаю что вы пришли к таким микроскопом после чего-то подобного хотелось бы понять разницу потому что мне у меня к сожалению нет возможности прийти к кому-то приехать и посмотреть подобные микроскопы хотя было бы очень интересно ну имеем то что имеем заключение ролика хочу сказать что один микроскоп что второй микроскоп действительно заслуживает внимание отличнейшая оптика имеющая свой неповторимый шар под шармом я подразумеваю какую-то зависимость я в начале ролика говорил или не говорил что вот после леки если ты берешь и работаешь ней плотно недели две потом берешь любой другой микроскоп не из дешевых я взял кастом 745 сейчас покажу фотографию то ты не можешь уже нормально воспринимать оптику который ниже классом этого агрегата лейка по всем характеристикам она конечно лидер рынка и вот моделька с 9 она реально мне нравится пока не жалею закрыл глаза на fusion optics щелчков нету все меня устраивает плюс бонусом имею возможность подключения камер надеюсь получится осуществить задуманное и прикупить переходничок с камерой на этот микроскоп вот я делал фотографии когда тестировал 745 с сверх широкопольными окулярами кастомные с замененными замененным стеклом нижним более просветленным ноут к сожалению после лейки он меня вообще никак ни разу не удивил в олимпо я тоже посмотрел и он тоже немножечко свой шарм растерял на фоне лейки поэтому видите когда нет возможности поработать с каким-то оборудованием оптикой прежде всего продолжительный период времени ну хотя бы несколько дней до дня 4 5 то полноценное мнение составить достаточно проблематично я у совершил ошибку мне приехала лейка я поработал денек что-то мне не понравилось вот это вот разница света била постоянно по глазам я ее снял и дальше начал пользоваться олимпо потом меня лим покупают я ставлю лейку от безвыходности пользуюсь ей пока делаю 745 в результате приезжает через пару недель мне олимп ой точнее олимп 745 до лимпа у меня уже нету я снимаю лейку в надежде сейчас увидеть шедевр а не картинку и получаю глобальный облом возвращаю лейку обратно и жду с доплатой новую лейку с 9d микроскоп рекомендую микроскоп клевые особенно треникуляр реально клево стоит своих денег и работая с ним вы будете получать удовольствие своей работы отдельное спасибо в конце ролика хотелось бы сказать абдуллаху парень у которого покупала этот микроскоп это 745 который мне готовил который мне продавал олимп подсветку одним словом все что по серьезной оптике у меня сейчас находится в сервисе отдельное ему спасибо всегда идет навстречу контакты знак своей солидарности благодарности я наверное добавлю под каждым роликом человек с очень хорошей репутацией наверное безукоризненной я смело могу рекомендовать если вы ищете продавца оптики надежного порядочного и такого который вас ну соответственно проконсультирует по всем вопросам и у вас не будет даже мысли что вас где-то как-то обманут либо продадут какую-нибудь ерунду одним словом рекомендую ладно друзья на этом у меня все всем крепкого здоровья спасибо большое за потраченное время на этот ролик увидимся когда увидимся пока